Случай, который произошел в Японии, больной короной, который явно осознавал, что он болен короной, вышел на улицу, стал обнимать людей, шел в общественные места, даже пришел к родным. Потом он вернулся домой, через какое-то время умер. Это подают как такой нравоучительный пример. Я хотел бы услышать, суд этот существует, действительно, назовем это высший суд. Вот человек, который намеренно идет это делать, вот так его запускают. Несомненно, этот суд существует на уровне сил нашего мира. Никуда это не исчезает. Дело в том, что мы связаны между собой в одно общее целое, в интегральную систему. И если человек эту систему поддерживает и желает привести ее к интегральному виду, в этом его заслуга. И наоборот, если он разрывает цепочки связи, доброй связи между всеми, то в этом его проигрыш, наказание. Так что человек сделал себе, конечно, очень плохо. Он внес своими действиями зло между нами. Посеял зло. И дальше это зло продолжает работать. Впоследствия какие? То, что он задержал всю систему от движения к интегральности, к связи, к любви. И это все на нем. Вопрос мой был такой. Существует вот такая прямая связь, о которой вы говорите, что это все на нем тогда, да? Ну, конечно. Теперь его желания, они стали намного более эгоистичными. Он избавился от тела. Вот проявление этого желания на таком низком уровне, но все-таки готовым к исправлению. Когда умер уже биологически, да? Да, да. И теперь он не может себя биологически исправлять, а духовно исправлять как можно, если у него там все наворочено такое эгоистическое. И теперь неизвестно, когда он еще получит возможность и в каком виде начинать свое исправление. Это относится и ко всему злу, да? Да, да. Ко всем носителям зла это относится, да? Вот люди сразу вспоминают там страшных палачей, не знаю, страшных убийц и так далее, и так далее. Это к ним относится, ко всем? Еще хуже. Еще хуже? Еще хуже, конечно. Человек, который не позволяет другим жить, не дает им возможность себя нормально исправить, свободой воли хоть какой-то, он, конечно, делает для себя огромные проблемы. Ну, и тогда я задам еще такой вопрос. А для чего это дается человеку, для чего это ему вселяется высшей силой, творцом? Для чего так подставлять человека, вы можете сказать? Должно проявиться все зло. Должно. И поэтому те души, которые уже в прошлом творили такие жуткие действия, они получают дополнительную нагрузку для того, чтобы уже свести их в такую низину, из которой они могли начать подъем. Потому что если они находятся где-то между плохим и хорошим, они не чувствуют себя плохими. Значит, надо им дать дополнительный довесок зла. О, тут даже они понимают, что они уже действительно такие, что надо исправляться. То есть, по-вашему, вы говорите так, что все равно так все направлено к исправлению абсолютно. Конечно. Все к добру, к теплу, к любви. Конечно. И мы обязаны проходить вот эти вот ужасные состояния, и видеть этих страшных людей, и ненавидеть их, и приговаривать их к казни, к смерти. И все это обязано по дороге к любви, по дороге к добру. Ну, казнь, смерть, я бы не хотел говорить, что это нужно вообще делать, потому что это обрывает у человека возможность исправления, а все должны исправиться. Так что я не за смертную казнь. Но сделать так, поставить его в такие состояния, обстоятельства, когда бы он точно захотел бы исправиться. Любыми путями. Прямо пускай у него там орел клюет печень. Чтобы он только захотел вот это вот, да, исправление. Да. Что такое исправление тогда, скажите, пожалуйста? Исправление – это осознание собственной низости, ничтожности, вредности для остальных, порочности. И желание. И желание стать полезным. И видеть, насколько ты был вреден. И вот это вот осознание того, насколько ты был непригодным для человеческого общения. И вредным, и злым, и так далее. В сравнении с тем, как ты сейчас видишь, это и есть состояние ада. То есть для этого человеку не надо попадать в ад, как говорят? Это и есть ад. Это и есть ад. То, что внутри меня горит, всё, да? Ничего другого не надо. Это точно. Это точно. И для этого, вы говорите, смертная казнь – это неправильно? Не надо. Зачем? Это не искупает ничего. А как его вот к этому привести состояние? Для этого его что, поместить в одиночку надо человеку? Или для этого нужно ему что-то рассказывать? О, это надо уже, да, надо над ним работать. То есть должны быть воспитатели для этого? Да, воспитатели. Причём такие, которые точно его подводят к самостоятельному определению, кто же он такой. То есть воспитатели эти не должны его ненавидеть, а должны понимать, что это путь исправления? Да, должны показывать ему любовь. Вы представляете вообще, что это всё обратно нашему миру? Это хуже смерти. Это вообще для него, для этого человека хуже смерти? Да. А какие воспитатели должны быть? Вот это вот меня, знаете, какие воспитатели должны, которые в этом, в нём не видят, там, я не знаю. Воспитатели должны быть… Вы сказали, любящими его. Да. То есть ты его не ненавидишь, а ты его любишь? Я его люблю, но таким образом, когда я изыскиваю методы, как он может прийти к осознанию зла в себе. Я надеюсь, мы с тобой ещё будем свидетелями таких вещей, когда люди начнут так меняться. Когда люди вот из этой ненависти, да, начнут понимать, кто они такие, что они убийцы, да? Да, да, да. Человек должен понять, что… Они будут бродить по улицам, как мёртвые из могил, встающие по кладбищу, и искать, каким же образом они могут исправить себя. Для этого, вы говорите, нужны воспитатели, которые будут показывать, что такое настоящая любовь, да? Да. И они будут смотреть на них, ненавидеть их и меняться под них. Да. И они будут смотреть на них, ненавидеть их и меняться под них. Продолжение следует...